Всем доброе утро! Какой у нас сегодня прекрасный день, солнечный. Вообще настроение великолепное и скоро Новый Год. У меня, смотрите, фиалочка выпустила бутончик. Надеюсь, расцветет до моего отъезда. В прошлый раз, когда показывала покупки, забыла показать соль. У меня муж смеется, говорит, у тебя пунктик насчет соли, потому что я не покупаю практически, ну, если беру, то очень редко просто обычную соль. Я всегда беру или чтобы она была с какими-то травками, или вот как это с перчиком. А вот это вот вообще написано соль Гималайи. Да, соль с Гималайи 100%. Не знаю, еще не открывала, какая она на вкус, но я думаю соленая, просто очень интересный цвет. И, ну, я люблю, когда на кухне, знаете, вот такие вот красивые вещицы стоят. Плюс к тому, что вот эта вот соль, там вот мельница внутри, и что ты солишь свою, она крупная, видите, и когда перемалывается, ты подсаливаешь уже еду прямо на столе. Когда сервируешь стол, когда гости приходят, то это выглядит очень красиво. Девочки, хочу поблагодарить, в комментариях написали, чтобы я узнала, можно ли перевозить цветы с землей в горшках, как оказалось, действительно, в самолет нельзя. Я, конечно, немного подрастроилась, но с другой стороны, как бы я вот подумала потом, как бы я ее повезла, цветущую орхидею плюс роза. Ну, знаете, иногда брякнешь, что-то такое, что-то взбредет в голову, потом аж самой смешно. Ну, ничего, посмотрим, все равно что-нибудь придумаем, не сейчас, так попозже. Он гиацинт мой, наконец-то, я запомнила, как он называется. Боже, какой он красивый, великолепный просто, цветет. Вот эти вот саночки Деда Мороза буду забирать, новогодний декор в Украину, потому что ходили в Жюск, Юск или Жюск, как он правильно называется. И вот такие вот новогодние фигурки, в общем, стоят они очень дорого. А во Франции, знаете, дам совет, если кто не знает, если хотите купить вот новогодние игрушки на елку, или там какие-то предметы декора на стол, или просто вот такой вот красивый смешной Дед Мороз, то покупайте после праздников. Они буквально по одному евро, по два евро, это максимум. Так что вот эти вот красотуны поедут в Украину вместе с нами. Знаю, что многие любят и частенько меня просят показывать мои уходовые средства. Вот я уже начала делать покупки для Украины, показываю, что я купила. Вот этот вот крем взяла на пробу. Это крем разглаживающий против морщин ночной взяла. И, девчонки, по-моему, я уже показывала, взяла себе и любашки. Это великолепный увлажняющий крем-гель. Я от него в полном восторге. Он тоже с гиалуроновой кислотой. Абсолютно прозрачный и под макияж просто великолепно. Ну и взяла салфетки не потому, что, например, их нет в Украине, а просто потому, что на них была очень хорошая скидка. Я их купила всего лишь за 1 евро. Девочки, многие из вас жалуются, что в зимний период очень сложно пить просто воду. И вы меня просите рассказать, показать, чем можно заменить, на какие напитки. Сейчас я покажу набор моих самых любимых чаев. Здесь не только зеленый чай, но и травка. Вот это вот у меня ромашечка. Затем я очень люблю вербену с мятой. Просто невероятный напиток. И если пить его на ночь, то еще будете великолепно спать. Затем мой любимый чай. Зеленый чай с бергамотом и зеленый чай с жасмином. Вот этот, вот этот, вот этот и вот этот чай я привезла из Украины. Ну, я думаю, вот такой вот сорт чая знаком очень многим, поскольку это зеленый чай с различными кусочками фруктов, цветов. Он очень вкусный. Вот этот вот чай я открыла буквально недавно, ну, где-то месяца два назад. Впервые купила в маленьких таких, вот, ну, кто смотрел мои видео из Украины, такая подарочная упаковка. И там по пять было пакетиков различного чая. И из всех мне больше всего понравился вот такой вот белый чай с кусочками экзотических фруктов. И также люблю, не знаю, продается он везде или только во Франции, потому что покупала я его во Франции. Здесь 17 пакетиков. Это зеленый чай. И он вместе перемешан с кусочками корицы. И там, ну, не сам порошочек, а именно вот такие вот небольшие кусочки. Затем листики мяты и имбирь. Очень вкусный, согревающий. И еще написано, что он помогает худеть. Так что, девочки, можете подобрать любой чай. Я не пью черный чай, поскольку, ну, у меня давление скачет, то высокое, то низкое. Поэтому стараюсь не рисковать. А зеленый чай, завариваю я его, кстати, не настаиваю, там, 15-20 минут. Заварила, как вот написано на упаковке, рекомендация в течение 3-5 минут. И все. Видите, вот этот вот 4 минуты заваривается при температуре 90 градусов. Ну, в принципе, на каждой упаковке чая идет рекомендация по время, сколько стоит его заваривать. И если же вы любите более насыщенный чай, ну, вкус и цвет, то настаивайте больше. Если же такой более легкий, как я, ну, не как я легкий, а чай легкий, то заваривайте буквально пару-тройку минут и свежий, вкусный, горяченький чаек готов. Слушайте, девчонки, ну, все-таки нам, женщинам, мужикам, умом не понять. Один меня только что выгнал из салона, я только так все обустроила, хотела сделать такое красивое праздничное поздравление возле елочки. А Артур говорит так, маман, собирай свою киностудию, иди в свою комнату, я буду пылесосить. Завтра же придут гости. И поскольку во Франции снова ввели комендантский час, Новый год мы начнем отмечать в 12 часов дня. Надеюсь, что у нас хватит сил продержаться до 12 часов ночи. Придут друзья, придет соседка, придут сестры, мужа. Ну, в общем, у нас завтра будет еще та компания. Но, в принципе, классно. Я уже соскучилась как-то, вот знаете, из-за вот этих всех ограничений уже достала все. Второй тоже повез. Наташа забрала Миленку сегодня на целый день. И завтра тоже, ну, где-то до обеда пока все не соберутся. Будет Миленка у нее ночевать. И так вот я смогу спокойно. Я уже и чемоданы начала собирать. И уже готовить же тоже нужно. Хочется что-то такое вкусненькое приготовить. Ну, в общем, у меня там планы наполеоновские относительно стола. И то хочу, и то хочу, и то буду. Ну, а в конечном результате посмотрим, что получится. И, представляете, я оделась уже, ну, как, основные вещи уже сложены. Какие в коробках на посылке, какие уже отложила, что буду забирать. Осталось, ну, самое такое необходимое. Говорит, что это за кофта такая? Говорит, а я-то пошутил, представляете. Говорит, а я-то думаю, кто это тут костями ходит, гремит. Говорит, слушай, дорогой любимый, нет, чтобы сказать жене комплимент. Что она так похудела, что может теперь позволить себе одевать все, что хочет. А ты мне говоришь, ходит костями, гремит. Ну, ладно. Он у меня такой с юмором. Иногда, конечно, как скажет, скажет, так и задумаешься. На самом ли деле человек так думает? Или это просто шутка? Вот знаете, девчонки, что удивительно. Слава Богу, что этот странный, трудный, непонятный для нас год подходит к концу. И обычно у меня где-то за день до Нового года начинается такая какая-то тоска. Ну, не то, что там вообще с катушек слетали, но как-то так вот грустно. И я начинаю там переосмысливать год, что я не успела сделать, что у меня там не получилось. На год стала старше. Ну, и короче, знаете, как кризис там 40-50 лет, так вот у меня кризис Нового года. И в этом году, несмотря на то, что, ну, вы наблюдаете за мной весь этот год и видите, как бы, в этом году у меня произошло столько различных вещей, которых, наверное, не было за последние 10 лет. Как бы мне унывать не приходилось. И что очень странно, вот этого вот тоскливого настроения нет. У меня вот такая какая-то прилив бодрости, прилив какой-то такой энергии позитивной, довольной, радостной, что наконец-то все это заканчивается. Как мой муж сказал, что мы не прожили этот год, а мы, слава богу, его пережили. Ну, я, в принципе, согласна на 100%, что годик был еще тот. И я думаю, даже когда начну готовить, то у меня обычно, ну, я думаю, что многие девчонки так делают, когда готовишь новогодний стол. Ну, у меня уж традиция такая, я смотрю «Ирония судьбы» или «С легким паром» уже на протяжении, наверное, всей моей жизни. Я этот фильм знаю от а до я, наизусть, кто что скажет, какая сцена будет дальше. И смотрю «Дюплекс». Так вот, в этом году, мне кажется, даже будет просто музыка какая-то и все, потому что дополнительных каких-то позитивных эмоций, ну, я в них не ощущаю надобности. И вот, с одной стороны, вчера тоже, ну, сидели с мужем, с сыном разговаривали. И такое вот ощущение, обычно как, ну, как-то ты вот, год проходит, и кажется, что, ну, время так быстро пролетело. И раз-два вот, говорю, ну, кажется, что мы вот ровно год назад, мы в этот день были в Испании, в городе Розес, снимали великолепную виллу. Прекрасно встретили Новый год, было плюс 20, пальмочки, попугайчики, море, ну, в общем, шикарный ресторан, было все супер замечательно. Никто даже не подозревал про эту пандемию, никто ни о чем таком не думал. Ну, короче, и вот опять раз-два, и опять 30 декабря, и завтра снова Новый год. Вот, но с другой стороны, вот, как начнешь вспоминать, сколько всего произошло за вот этот вот период, то, кажется, этот год был вообще бесконечным. Вот, если брать по месяцам, то, в общем, все странно в этом году. Скорее бы он закончился, потому что, ну, честно говоря, я вот, там, некоторые там начинают писать, вот, ты там, то-то, то веселая я слишком, то какая-то я, там, наоборот, или зацикленная на каких-то мелочных проблемах. Вот тут, значит, всемирная эта пандемия, честно говоря, мне она уже настолько вот здесь вот сидит, что я, наверное, один из немногих людей, которые продолжают вести активную жизнь в период этой пандемии. И все вот эти препятствия, которые некоторые, 100% искусственно созданные, они настолько уже надоели, настолько уже хочется, чтобы как-то все пришло в нормальное русло, чтобы, ну, как началась, нет, продолжилась, наверное, нормальная жизнь, потому что уже сил никаких нет. Это домашнее обучение, эти маски, эти все новости. Я уже телевизор, я не могу смотреть. И что самое интересное, вот говорят вот эти куки, что нас все слышат, что там, о чем вы говорите и так далее. Так вот, я не смотрю телевизор, но на YouTube у меня в рекомендованных выходят все вот эти французские новости на YouTube, которые, ну, французские каналы, и у меня они выходят в рекомендованных видео. Как бы говорят, что если, ну, рекомендации выходит то, что ты там смотришь на какие-то определенные темы, и тебе, значит, потом автоматом все вот эти вот видео выходят. Но я не смотрю, я стараюсь себя вообще уже ограничить от всего, от этого. Но, тем не менее, говорить там, мы про это говорим, то же самое, как помните, я рассказывала с сайтами, что начнешь там про билеты говорить, тебе выходят билеты в Украину, там, гостиница в Испании, или там хочешь купить сапоги, тебе сразу реклама там различных сайтов, где продаются эти сапоги. Так вот, наверное, и с этими новостями. Так что, девчонки, хочу вас всех поздать с наступающим Новым Годом. Пусть все проблемы останутся позади, и чтобы они никогда не возвращались. Вслед за темной полосой жизни всегда приходит светлое. И прошлый год, вот этот 2020 год, у меня вообще прошел под девизом «Завтра будет новый день». Потому что я многое вам не рассказывала о каких-то проблемах, о каких-то… Ну, вам это сто лет не нужно, потому что у каждого своя загрузка, у каждого своя жизнь. И еще нагружать кого-то чем-то, что вам совершенно не нужно. Поэтому все это осталось за кадром, пусть оно там и будет. И поэтому хочется, чтобы в Новом Году у всех все было прекрасно, замечательно. Чтобы мы все были здоровы, чтобы наш оптимизм нас не покидал. Потому что некоторые девчонки даже в личную почту, ну, как на e-mail приходят письма и говорят, «Лиль, ну как вот ты не боишься? И летаешь, и ребенка за собой тянешь». Ну, люди, жизнь продолжается. Ну, не могу я сидеть под колпаком, ну, не могу я. Вот знаете, если я засяду, я помню, что было с первым карантином. Когда мы никуда не выходили, когда мы были, да, с одной стороны, опять же, черпали позитив в том, что вся семья вместе, что мы можем ничего не делать, смотреть фильмы и как бы быть дома, общаться. Но, с другой стороны, вот это заточение, оно, конечно, оно, конечно, очень и очень и очень напрягает. Так что, девочки, счастья всем, любви, добра, мира, здоровья, конечно же. И что пусть все вот эти вот неприятности обходят все наши дома, всех наших близких, родных, любимых людей стороной. Целую вас, обнимаю. С наступающим Новым Годом. Люблю вас.